Безусловно, на сегодняшний день это, можно сказать, вынужденная мера на территории области, когда на базе лечебных учреждений разворачивается инфляционное госпиталь. Уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией диктует эту необходимость. И вы видите, что поэтапно больницы, в том числе больницы города Ангарска, разворачиваются из того, чтобы оказывать помощь населению, чтобы эта помощь была доступна. Первая больница в Ангарске, которая вступила в эту эпоху, это Ангарская городская больница номер один, это основной госпиталь инфекционный в городе. Вы знаете, что эта помощь оказывается сейчас и на базе инфекционной больницы, и на базе городской детской больницы, и на базе нашего кожного нейрологического диспансера, который практически полностью тоже перепрофилирован для оказания помощи данной группе заболеваний. Безусловно, перинатальный центр, он очень долго не рассматривался в структуре этих госпиталей, потому что мы прекрасно понимаем, что все, что для детей и для женщин, вся помощь должна быть сохранена. На сегодняшний день уровень заболеваемости достаточно высокий, и поэтому здание перинатального центра большое. Оно полностью не загружено под больных на сегодняшний день, те площади, которые имеются. Здесь имеется достаточно большой резерв площадей, здесь имеется кислородная подводка, что очень важно для лечения этих пациентов. Здесь имеется квалифицированный персонал и достаточное количество персоналов. Поэтому принято решение временно развернуть здесь тоже подразделение инфекционного госпиталя, при этом сохранив всю помощь женщинам и детям в полном объеме. Но помощь будет оказываться на базе учреждений города Иркутска, на базе учреждений города Уссулия-Сибирская. И здесь будет сохранен ургентный родильный зал для экстренной помощи для тех женщин, которые по каким-то причинам невозможно будет перевести на близлежащую территорию. Помощь женской консультации сохраняется в полном объеме, и гинекологическая и экстренная помощь тоже сохраняется в полном объеме. Мы очень надеемся, что это временное решение, и что при улучшении ситуации Ангарский перинатальный центр будет первым, который вернется к своей основной профильной деятельности. Продолжение следует...